Во дворце спорта «Триумф» стартовало первенство городского округа «Люберцы» по мини-футболу. В течение трех месяцев лучшие мужские команды будут сражаться за призовые места и титул чемпиона. Как прошли первые матчи, расскажем в сюжете. Это первый турнир такого формата. Его открыл матч между футбольным клубом «Красково» и юношеской сборной Московской области. Вторая команда особенная. Игроки с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Хорошие ребята мы собираем со всей области, со всех городов Московской области, даже с других городов приезжают к нам. И близлежащий Рязань, Владимир. Мы стараемся искать талантливых спортсменов по спорту глухих. На протяжении всей игры команда «Красково» имела преимущество. Матч завершился со счетом 7-0. Виктор Сагин, играющий в защите, принес своему клубу три очка. Мини-футбол я играл в своей жизни, наверное, пятый раз. И, на самом деле, очень тяжело задышал, когда во второй сменке вышел в первом тайме. Я, на самом деле, уже выходить-то больше не хотел. Но тяжело дышать, непонятно перемещение. Вот это все нестандартно, как с футболом, как с забеганием. Все насыщены, наверное, о той команде. Команда звезд Люберецких. Хочется с ними сыграть, посмотреть. Говорят, хороший коллектив. Вон у них даже есть легионеры, которые, наверное, усиляют их. Во второй игре встретились футбольный клуб «Люберцы» и «Тамилинский альянс». Люберчане создали много опасных моментов у ворот соперника. Уже в первом тайме легионер Искотт-де-Вуара Мишель Йотио-Боги забил два гола. У нас все хорошо, мы готовы позвать в город «Люберцы». Но у нас всегда готовы все. У нас соперник всегда готовы победить. И люберецкая команда доказала – она сильнее. С результатом 5-0 «Альянс» уступил футбольному клубу «Люберцы». Турнир проходит по круговой системе с декабря по февраль. А уже когда определятся лидеры общего засчета, то мы проводим плей-офф за звание победителя первенства городского округа «Люберцы» по мини-футболу. Этот турнир дал старт зимнему футбольному сезону. 23 декабря начнется очередная серия игр открытого первенства городского округа «Люберцы» среди детско-юношеских команд. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.